С такими словами осужденных за терроризм выводят из здания суда. Эту шестерку сподвижников суд приговорил к разным, казалось бы, мягким срокам – от 5,5 до 10 лет тюрьмы – за намерение создать на территории Казахстана исламский халифат, взорвать дворец мира и согласия и подготовку покушения на руководство страны в день открытия театра оперы и балета. Идейным главарем группы называют Серика Кашалакова. Окончательное назначение Кашалакову – как бытие 10 лет решения свободы с конфискацией мущества. Супруга Кашалакова Мадина категорически не согласна с приговором суда. Уверена, что муж ни в чем не виноват. Его назначили главарем банды, потому что есть что конфисковать. Кроме бизнеса, правоверный Кашалаков имел небольшое кафе, где, по версии следствия, и проходила вербовка маджахедов. Поваром там работал ранее судимый Али Шарипов. Именно он, по словам женщины, и собирался сделать свою несовершеннолетнюю жену шахидкой. Экспертизы о том, что типа в разговорах присутствует обооруженный джихад у подсудимых, это только вел один подсудимый со своей женой. Почему-то экспертиза это делает на всех людей. Последние два года в Казахстане проходят под знаком терроризма, говорят эксперты. Истоки их видят не только в действиях государства против верующих, но и в борьбе кланов за место на политическом Олимпе. Общая почва – это нерешаемые властью социально-экономические проблемы. К слову, из шести приговоренных лишь двое имели постоянную работу. А один из групп, ранее судимый, как рассказывают его знакомые, неоднократно высказывался за свержение действующей власти в Казахстане.